Следующий вопрос. Является ли условием выплаты заката, чтобы животные были пасущимися на пастбище? Саима это кто? Такое животное, которое само пасется на пастбище. И противоположно ему животное, которое человек сам кормит своим стеном, своей едой. Понятно ли нет? Где? В загоне или в сарае. Большинство ученых считает, что закат с животных, то есть с трех категорий животных, выплачивается только в том случае, если они сами пасутся на пастбище. Но если их человек сам кормит постоянно, так или нет, тогда с них закат не надо выплачивать. Это мнение кого? Большинство ученых. Вот тогда любят хадис Анат аль-Лазиф иль-Китад. И в довод привели хадис Анат и Ивна Малик, который в книге. И так далее. Что относительно баранов, если они пасутся сами на пастбище, тогда от 40 до 120 баранов один баран и так далее. А также использовали в довод хадис Бахзе ибн Хакима от его отца, от его деда. В каждом верблюде, если они пасутся сами на пастбище, если их 40, тогда нужно выплатить такого-то. Так или нет? Этот хадис приходит у нас, можете у себя записать, на странице 427. Он является хорошим хадисом. Хорошим хадисом. Значит, эти два хадиса в первом указаны на то, что выплачивается закат с барашка, только если он пасется сам на пастбище. Во втором указане на то, что если верблюд сам пасется на пастбище, только тогда выплачивается его закат. Говорит, уа-касу-ль-бакар аля-ль-ибель-уазганам. А что касается коровы, то провели аналогию. Аналогию коровы на кого? На верблюдах и на баранов. То есть явного контекста относительно коровы нет, но проявили аналогию на первых двух. Это первое мнение в вопросе, ясно или нет? Говорит, уа-зайба Малик-уал-лейд. Второе мнение в вопросе, которое придерживался Малик, а также Лейд-и-Мусад, ва-балду-загирия и некоторые загириты, или Адам-иштират-загирик. То, что животное само пасется на пастбище или не пасется, все это не является условием для выпустых закатов. И привели в довод некоторые хадисы, в которых просто приходит заказ фельдблюда, заказ коровы, и не указано, что она должна пастись на чем? На пастбище. Значит, привели в довод какие? Неограниченные хадисы. А первое мнение привели в довод ограниченные хадисы. Му-кает и мутлах. Так или нет? И третье мнение в вопросе, ва-балду-загирия или Адам-штират-загирик-фель-ганам-гал-бакар-дун-аль-ибиль. Загириты говорят, что это является условием только относительно барашков и коров, но не является условием относительно кого? Верблюдов. Это удивительное мнение, так или нет? Потому что относительно верблюдов пришел контекст, а относительно коров как раз, контекст не пришел. Дальше. Четвертое мнение в вопросе, ва-балду-шарата-загирик-фель-бакар-и-факат. Некоторые сказали, что это является условием только относительно коров. Это еще более удивительно, так как относительно верблюдов и барашков пришел конкретный контекст, а относительно коров контекста не пришло. Но правильным в этом мнении или в этом вопросе является мнение большинства ученых. Из-за доводов, которые приводились выше в Аллаху Алим. И один Аллах лучше знает. И у нас на следующий урок, иншаллах, придет вопрос. Если, как называется, животное пасется часть года и часть года не пасется. Почему этот вопрос для нас важен? Потому что на наших территориях бывает по полгода зима. И естественно, что животное не пасется на пазбище, а его кормят кто? Сам хозяин. Соответственно, если взять, что животное, которое не пасется на пазбище, его не нужно выплачивать за касс, то получится, что на всей территории, возможно, СНГ или на большей части территории СНГ, люди вообще не должны выплачивать за касс кого? Животных. Этот вопрос у нас придет, иншаллах, завтра. Суханакаллаху мадихандик. Ашадуаллаху и ла и ла и ла анта. Астахаруаллаху и ла и ла и ла.